Бонжок, шеф-замис! Здравствуйте, друзья! Начинаем наш прямой эфир на злобу дня. Мы будем обсуждать с вами, я надеюсь, у нас будет возможность поговорить о том, что мы видим, когда к нам приходят люди на собеседование. То есть прямой эфир как раз-таки инициирован тем, что сейчас мы набираем преподавателей. Нам нужно 10-15 новых преподавателей как минимум просто в ближайшее время. У нас постоянно висит, каждый месяц мы обновляем вакансию на HeadHunter. И, в общем, нам удается набирать одного-двух преподавателей, наверное. Не каждый месяц, в общем, мы одного набираем, хотя нам приходят десятки сообщений. И не потому, что мы такие строгие, я так не скажу. Нам нужна всего лишь программа, вот нужна программа минимум. Это чтобы человек хорошо говорил по-французски, даже не идеально. Вот даже не идеально. Чтобы он хорошо говорил по-французски с хорошим произношением. Чтобы у него, разумеется, был С1. Даже с С1 бывает, что какие-то вещи сложны, иногда люди допускают ошибки. Дальше, чтобы было хорошее произношение, чтобы обязательно было педагогическое образование. Как раз-таки к третьему пункту я хотела бы сегодня подойти более подробно. Почему? Потому что даже с такими условиями большинство кандидатов, которые проходят наш первый этап, а мы говорим, что нужно отправить мотивационное письмо на французском, аудиозапись, резюме, даже вот там остаются единицы, потому что для многих это сложно. Большинство преподавателей, которые планируют у нас работать, они у нас из МГУ, МГУ и МПГУ, МГПУ, то есть таких вот вузов, которые профильными считаются, они как будто бы вообще никогда не слышали о методике. Вот они делают такие уроки, как если бы просто человек, который хорошо говорит на французском, взял бы, вот встал с утра, не подготовившись, и делал уроки. И опять же, вот я вам говорила, что у нас опыт от трёх лет. Большинство тех, кто приходит, у них опыт уже 10-15 лет. Вот недавно была преподавательница, которая уже к 50. У нас нет таких вот проблем, что типа 40-50, не приходите, мы не будем вас брать. Лишь бы нормально преподавали. То есть этот человек уже всё-таки экватор прошёл. То есть я не думаю, что она будет ещё 20 лет преподавать. Ну просто это сложно эмоционально, физически давать уроки. И, в общем, она сделала урок, абсолютно отвратительный урок. Вот. И человек 20 лет так преподавал, и ещё 20 лет, ну там 15 лет, 10 будет так преподавать. То есть это очень странно. Так я вам сейчас расскажу просто конкретные вещи. И чтобы вы понимали, о чём речь, это будет полезно и тем, кто просто, например, изучает французский язык, или любой вообще язык, любой вообще предмет, чтобы вы понимали, что не так. Потому что, когда я начинаю говорить, вообще, когда заканчивается наше собеседование, я всегда говорю, что у нас есть с вами два варианта. Если не вообще, конечно, там вообще я вижу, не вижу никакого потенциала. Обычно всё-таки потенциал я вижу, как я повторяю. Уже предыдущий вот отбор, он был достаточно сложный. Потенциал я вижу. Если я говорю, вы хотите услышать, что я вам сейчас скажу, ваш урок, например, был 3 из 10. Вот 10 – это высшая оценка, 0 – это вообще плохо. Вот ваш урок был 3 из 10. У нас есть с вами два варианта. Мы с вами расстаёмся сейчас, то есть вы у нас не работаете никак, потому что было плохо. И вы не готовы много работать. Вот. Есть второй вариант. Вы готовы много работать, и мы сейчас с вами остаёмся. Я разбираю ваши ошибки, но я буду очень строга, прям ко всему буду придираться. Если у вас как бы проблемы с тем, чтобы слышать критику, тоже, опять же, расходимся. Большинство хотят услышать, но потом, когда они слышат, они очень злятся, кричат на меня. Вот, в общем, там разное бывает. Некоторые только это выдерживают. В общем, так мы не работаем. А с теми, кто работает, что нам нужно делать? То есть мы нашим ученикам предлагаем бесплатно, которые уже учатся у нас, бесплатно закрыть пробелы вот с этими новыми учениками, учителями. То есть они работают у нас бесплатно в зависимости от того, какая проблема вообще была, потому что мы не можем брать ни рубля. Вот за первые уроки мы не можем брать ни рубля с кого бы то ни было, потому что уроки настолько плохие. И, опять же, повторяю, преподаватели, которые отлично говорят, у которых у всех C1 уровень, хорошее произношение, и работают они уже несколько лет. Мы за такие вот в нашей школе, мы за такие уроки, которые они дают впервые, придя к нам, мы не можем брать денег. Так вот, мы предлагаем бесплатно заниматься. У меня появились ресницы, я нажала на экран, а теперь начала блестеть. Вот, сейчас подождите, ресницы уберу. Там фильтр просто. С утра я без фильтра не хочу вас пугать. Вот. Так вот, мы предлагаем бесплатно работу. Конечно же, никто там, они говорят, я уже 15 лет работаю, или там 10 лет работаю. В общем, все мои ученики супер довольны, а вы хотите, чтобы я бесплатно работала. То есть мы расходимся. А некоторые, кто соглашается, что он бесплатно работает. Потом, когда уже мы можем брать деньги, но там очень трудно мне лично готовить с ним каждый урок. Вот первые учителя, они вот сначала проходят этап, когда они бесплатно дают уроки, потом они работают за совершенно маленькие деньги. То есть у нас зарплата варьируется нормальная. От 750 рублей до 1500 за 45 минут. Они же работают за 500 рублей. Вот. Но я сама лично с ними готовлю все уроки, и после мы еще разбираем. Вот, например, один из последних преподавателей, который к нам устроился, сейчас она дает уроки разные, и я, например, с ней два урока последних. Я смотрю ее видео, какие они. Вот мы уроки записываем. Если это очные уроки, то это аудио. Если ученик не против, то можем мы онлайн, то есть видео записать. И онлайн уроки мы записываем, потом это все смотрим. Так вот, первый урок, который мы разбирали с ней, 7 минут ее урока, я разбирала полтора часа и говорила, что там не так. Я говорю, я дальше просто не могу смотреть, я на нашу встречу выделила полтора часа. Вот больше я не могу. Ну, пока исправляйте это. Второй урок она сделала, она уже что-то исправила, и мы 15 минут разбирали полтора часа. То есть она уже прогрессировала, молодец. Ну, вот представьте, сколько времени на это уходит. То есть это вообще колоссальное. Я потом подберусь, вот кому интересно, в конце расскажу, как мне кажется, почему такая ситуация складывается. Что люди преподают, всем еще нравится, как они говорят, и вообще откуда такая тенденция берется. Но сейчас я вот у тебя подготовила небольшую такую вот, небольшую подсказку. Самое главное, вот мне говорят, давайте набирайте всех, кого угодно и так далее. Люди очень много врут. Даже в своих резюме, может быть, я не знаю, какая-то такая привычка привыкла, привыкли люди говорить, что мой диплом никто не посмотрел, это вообще никому не важно. И, в общем, они могут набрать все, что угодно в резюме, надеясь, что это ничего не проверят. Я же беру все дипломы и еще смотрю вкладку, что там было, сколько часов было методики. Потому что мне вообще важно, мы все переучиваем с нашим преподавателем, буквально. Я не верю, что там, я сама в вузе училась педагогическом, я научилась все сама. Я вам покажу сегодня, вот у меня книги тут есть куча, две стопки огромные, вот высота их. Я вам про них расскажу. Я научилась больше из книг, всяких семинаров, вебинаров и так далее. Но мне хотя бы нужно, чтобы человек понимал, что такое методика, чтобы у него какие-то зачатки были, вообще психологические знания. Так вот, врут. Я все это смотрю, спрашиваю немножко вопросов, где что было, что понравилось и так далее. Нравилось вообще человеку учиться, мне нужно понять вообще, как он к знанию, к процессу к этому относится. Так вот. Врумой, какой кандидат? Его надо, я работаю там с дислексичными детьми, еще что-то. В общем, успехи у меня чуть ли не Нобелевскую премию дали, Нобелевскую премию дали за изучение, за преподавание французского языка. Я думаю, такому кандидату надо сразу звонить. И вот таких кандидатов приблизительно 10% пишут себе о себе такие дифферамбы в письме. Что я сразу беру такая, не надо, вот сейчас его украдут. Я беру трубку, звоню ему и сразу начинаю говорить по-французски. Может быть, иногда, вот сейчас уже иногда говорю, вот меня зовут Юля, я из школы французского языка, вы подали свою заявку, я хотела бы с вами пообщаться. Они такие, да, да, я говорю, по-французски. И тут небольшая пауза. Иногда люди бросают трубку просто. Вот, представьте, просто бросают трубку. Иногда они начинают говорить, и наши беседы выглядят так. Да, я говорить, я преподавать, я очень любить учиться. И вообще мы там, и вот, в общем, вот так вот человек говорит, вообще не говоря. То есть вот очень большой процент, то есть вот те люди, которые говорили о себе, что они очень хорошо знают язык, они бросают трубки, вообще не умеют говорить. А ещё какой-то процент, 10-15, которые говорят вот просто, как у нас ученики на уровне А2, на уровне А1 в конце уже могут предложения создать более складные. То есть вот такой. И я вам, как если вы ученики, вы это тоже на заметку берите, что человек о себе может рассказывать что угодно. Вы не сможете это оценить, будучи вот ещё пока на самом начальном уровне, потому что рассказывают они о себе очень много. И это касается не только людей, которые у нас в России, например, или где-то ещё у нас, в принципе, нет ограничений по странам русскоязычных. У нас есть люди разные. Вот, сейчас онлайн можно преподавать, если, опять же, хороший преподаватель. Так вот, носители тоже. Вам, может быть, это будет удивительно, но я предлагаю вам посмотреть на то, как люди вокруг вас пишут и говорят. Мы даже не будем говорить идеально, не идеально. Очень много людей говорят короткими фразами, некрасивыми словами и с ошибками такими, что даже, мне кажется, в нормальном обществе, если бы мы все чуть-чуть были к себе критичны, так вообще нельзя было бы говорить. Но они говорят, я на улицах хожу, смотрю и так далее. То есть, слышу, собака пытаясь гуляя, вообще шатаюсь по городу медленно. То есть, у меня есть возможность подслушать какие-то разговоры. Опять же, я не слушаю даже по содержанию. Мне интересно вот это, как строят предложения они. То есть, поймите, что если это носитель, он может говорить как угодно. И то есть, если он приехал сюда, в Россию, и у него, например, у нас сейчас несколько было ветеринаров, которые хотели, француз, он присылает свой диплом. Или там не только французы, просто разные носители. У него ветеринар он. И это еще хорошо, знаете, ветеринар, это все-таки профессия такая достаточно, то есть, надо учиться, значит, он читал, скорее всего. А есть какие-то там инженеры, еще что-то. То есть, у них даже вот, когда с ними разговариваешь, и вот даже, это не конкретно в этом случае, что я позвонила, а я на улице некоторых знакомых своих знаю, с ними разговариваешь, у них речь такая, они, то есть, они не гуманитарии, а не грамматику вообще они не слышали. Ну, возьмите нашего инженера, вот к вам придет какой-нибудь чинить что-то, там, электричество и так далее, попробуй с ним по-русски поговорить, в литературе спросить, что, как пишется, он вообще ничего не знает. Ну, потому что это не нужно знать. Не мешало бы, но это не то, что вот прям человек глупый, он не знает, потому что у него другая сфера. И вот эти люди пытаются тоже работать. И они вот эти вот инженеры, ветеринары, сантехники тоже пытаются преподавать. То есть, если носители, это не значит, что мы в априори тоже берем, потому что они все считают вот точно так. Так что, по пунктам буду говорить, это не то, что будет супер-супер логично, но, в общем, мы, когда человек проходит первый этап, назначаем ему собеседование. И когда собеседование назначается, мы ему объясняем, что вам обязательно нужно будет принести свои дипломы, поговорить о методиках, о том, с кем вы любите работать, с кем не любите, почему, и сделать урок на 20 минут. У нас почему эти 20-минутные уроки практикуются? Потому что у нас есть много корпоративных учеников. Корпоративные ученики – это от фирм. У нас, например, там Сколково какие-то, французские компании есть, ну, в общем, разные. И они у нас совершенно, не совершенно, но другие условия, чем с физическими лицами. То есть мы, они минимально… Там сотни тысяч отдают рублей. И потом уже… То есть вот нужно назначить прям нам все четкую такую вот стратегию работы. И, разумеется, когда… Они не хотят рисковать неизвестно за кого. Я надеюсь, что мы дойдем до такого этапа, когда нам будут просто так платить. Но сейчас, конечно, они хотят проверить, кто мы, кто мы, и увидеть учителя, которого мы предлагаем. Так вот, мы даем им 20-минутную встречу, бесплатную, чтобы он, учитель наш, показал себя, рассказал что-то. И, в общем, ученик любит, не любит его? Всегда любит. Сейчас пока так было. Ну, в общем, и они подписывали контракт с нами и дальше работали. Так вот, я рассказываю, что этот урок должен быть законченный, эффективный. Мы его делаем для учеников, которые думают с нами работать или нет. Вы можете выбрать любую тему, любой уровень. То есть вы просто скажете нам, какой это уровень и так далее. И, в принципе, задача этого урока, образно говоря, влюбить в себя ученика. Чтобы он сказал, вау, какой преподаватель, я с ним буду работать в ближайшие 100 часов. Представляете, 100 уроков. Это много. У некоторых вообще интенсивность один урок в неделю. То есть это прям подписывается на всю жизнь, можно сказать, замуж выходить. Так что это прям сложно. Так вот, всё вроде бы рассказали. Причём, так как уже много, я не хочу тоже своё время тратить. Знаете, я сижу, слушаю этот отвратительный урок, например, мне не хочется. Пишем. Вот некоторые преподаватели, подумайте о том, очень много говорят на уроке. Хотелось бы, чтобы у вас урок подразумевал то, что ученик будет разговаривать. Покажите то, как вы преподаете. То есть не делайте просто урок разговорный. То есть когда вы рассказываете, например, урок знакомства, и когда человек просто представляется. Сейчас ещё по пунктам об этом расскажу. То есть ученик не увидит, что вы умеете преподавать. И так далее. То есть вот по пунктам разобранные ошибки. И говорят, да, всё понял. Так, друзья. Нагрелся мой телефон. Я сейчас поставила его в холодильник. И помогла себе как-то его охладить. Не знаю, насколько хватит. Что-то очень такая вот тёплая погода. Окружила себя льдом. Надеюсь, что это поможет. Так вот. То, что я рассказывала. Надеюсь, что у нас получится с вами провести. Потому что не ожидала, что будет горячее. Вот. По поводу того. Вот он приходит. В общем, он всё приготовил. И 20 минут мы с ним встречаемся. Мы с ним разговариваем. И я слушаю урок. Приходит преподаватель. И я спрашиваю, какой уровень вам нужен. То есть вот. Я потому что сама претворяюсь, что я ученица. Может нулевик быть. Какой угодно. И вот в этом моменте мы смотрим на очень много. Я смотрю о себе во множественном числе. Я смотрю на очень много моментов. Какую тему он выбрал для первого урока. Для одного урока за 20 минут. Это раз. Во-вторых. Какие материалы он выбрал. Как он их подготовил. И так далее. То есть вот даже уже по тому, какой он выбрал. Можно вообще не разбирать то, что он сделал. Уже по этому выбору можно очень многое понять. Так вот. Например, один из последних преподавателей. Который долго очень преподавал. Взрослая преподавательница. Выбрала на урок. Да, это у меня с телефоном. Я себе поставила тут очень много льда и так далее. Вот. Например, на один из последних уроков преподавательница, которая работает больше 20 лет, она из МГЛУ. У нее даже С2. И она у нас работала. Не работала, а готовилась у нас в школе к экзаменам. По-моему, С2. Или ходила куда-то, в общем, на какие-то курсы дополнительные на школе. Так вот. И захотела у нас работать. Так вот, она сделала урок по теме субжунктив. Представляете? Вот если у вас уровень В1, А2 даже вы уже о субжунктиве слышали. Вот эта тема, это, наверное, самая неподходящая тема для первого знакомства на 20 минут с кем бы то ни было. И, в общем, весь урок так и прошел. Она, кстати, обиделась на меня, что я так ее разобрала. А я как бы наоборот, потому что мы уже как бы ее знаем, подумала, что она поняла, что я как бы не со злой это буду все делать. Но, в общем, она обиделась очень. Так вот, там все, 20 минут просто я буду теорию рассказывать. А нам же нужно показать, что ученик работает, что ученик, вот как он слышит, что вы умеете преподавать. Она весь урок, во-первых, очень сильно тараторила. Во-вторых, не давала вообще практически слова сказать. Все спряжения, особенно вот эти вот исключения, она прочитала сама. Я вот сидела и слушала, вот можно сказать, лекцию по субжунктиву. Мы сделали какие-то упражнения, наверное, одно, потом больше не успели, но это субжунктив. И опять же, я субжунктив знаю. И вроде бы, когда я вижу, что она к следующему этапу переходит, я смогла адаптироваться к этому. Но нормальный бы ученик, потому что выбрала на уровень B1 или B2, нормальный ученик не смог бы адаптироваться. Вообще она приготовила, по-моему, две страницы А4, полные теории. Это даже если бы я, например, полностью субжунктив знала, то я бы, наверное, успела это сделать. Но тогда зачем такой урок делать? То есть в уроке же должно быть что-то новое. То есть даже выбор был странным. И, во-вторых, опять же, копии, которые были принесены, они были откуда-то принесены. Вообще, кстати, удивительно, с какой гордостью люди приносят чужие копии. Вот они сканируют их откуда-то, и вот они говорят, я вот с раздачным материалом пришёл. Я видела в своей жизни, ну, не знаю, более тысячи, мне кажется, собеседований. Я когда на другой работе работала, у меня на собеседовании тоже я участвовала там постоянно. Вот. То есть и нормально принести с собой распечатки. Так вот, распечатки приносят, и вот в данном конкретном моменте были принесены распечатки. В одной распечатке была ошибка, а ошибка какая? У нас, например, когда одно и то же подлежащее во фразе, мы субжунктив не используем. Опять же, это поймут те, кто до B1, до B2 зашёл. Там была такая фраза, где субжунктив есть, а он, в принципе, не нужен, потому что фразу такую никто никогда не скажет. А во-вторых, там было одно интересное употребление глагола, после него нужно было использовать субжунктив, но это прям очень интересное употребление. То есть его нужно было отдельно обсудить, оно не очевидно, потому что там вроде бы глагол, после которого субжунктив не нужен был. И она его не объяснила никак. И то есть, в общем, всё было не то. То есть вот так бывает, и это действительно очень странно. Дальше, по пунктам говорю, я себе написала на своей книжечке, какие бывают моменты. Бывают преподаватели приходят, вот как этот, это даже по поводу болтовни, всё-таки я там что-то сказала. А иногда бывает, что вот у нас носители особенно, во-первых, задерживают урок, а во-вторых, например, из 20 минут могут говорить 18. Представляете, 18 минут, да это даже ни в какой нормальной беседе, вот вы встречаетесь с новым человеком, это даже, ну как сказать, это невоспитанность говорить всё время с новым человеком. Я просто сижу, я вот ставлю себе часы, или они у нас на стене висят, если это в школе проходит, и смотрю. Я думаю, когда же человек заткнётся, но я просто даже других слов не могу сказать. Я же всё в как бы в ипостасе ученика представляю себе. Вот я пришла к преподавателю, хочу что-то понять, нравится мне или не нравится. А он болтает о себе, о чём-то вообще абстрактном. 20 минут, это прям нужно иметь талант, чтобы вот столько много говорить. В общем, они постоянно много-много говорят. Дальше. Практически никто не успевает за 20 минут. Они вот прям действительно начинают тараторить, или просто, я говорю, время вышло. А, ну тогда всё. Потом они начинают претензии. Вот когда, кстати, человек на собеседовании говорит, что ему претензии начинают предъявлять, что ему что-то 20 минут это мало и так далее. Но у нас же преподаватели справляются с этим, это раз. Во-вторых, его предупредили заранее. Если не готов, скажи, давайте ещё через неделю устроим собеседование, я ещё подумаю, как на 20 минут сделать урок. Можно сделать на 20 минут урок, я вам, ну, может быть, когда-нибудь покажу. То есть любой, вообще на любую тему, с любым уровнем. Вот. То есть мне кажется, это, ну, то есть это вообще неправильно и даже не по-взрослому. Так вот, претензии какие-то начинают предъявлять, а то, что они тараторили, чтобы всё успеть. Ну, значит, это показывает, что человек просто не умеет распределять материал. Вот когда адекватный преподаватель профессиональный видит материал, он говорит, знает он учеников, не знает, он может всё-таки вилку дать, что вот эту тему, опять же, субжентив, я могу дать, ну, не знаю, от часа за полтора часа. Так, будет умный ученик, за час делаем, будет ученик, который ещё с темой не знаком, мы за полтора часа это сделаем. И то вот тут есть такие темы, которые я, не знающему ученику, в один урок не могу дать, потому что у него будет каша в голове. Субжентив – это такая тема, у которой очень много слоёв, и зачем мне ему ни один мозг, даже сам, ну, может, сам гениально и справиться, но нормальный мозг, даже чуть-чуть немножко умный мозг не справится с тем, что вам дадут 500 правил за урок. И мы распределяем это, первые 100 дадим, там, условно, вторые 100, и третьи 100 постепенно, чтобы вы умели уже, мы же, если хотим дать столько правил, тогда дадим книжку пусть у жунктива, пусть читает. Нам-то важно, что он уже умеет немножко говорить и, как сказать, употреблять это, вот это вот, то есть, непонятно. Дальше. Много вообще не похоже на урок. То есть, я иногда сижу, у меня глаза такие большие, говорю, а что это было, урок, что ли? То есть, вот, не на урок, я даже не знаю, на что это похоже, это похоже на плохую беседу или на какое-то неловкое свидание. То есть, это вообще не похоже на урок, и вот тут даже комментировать не нужно. Опять, люди после многих лет преподавания и обучения сами делают такие уроки, которые мы вообще не можем даже классифицировать как урок. Далее, например, приходят, мы говорим, ну, было бы здорово, если бы вы на уроке показали, вот, как вы с разными активностями работаете. Может быть, с текстом вы покажете, как вы работаете, может быть, вы покажете, как вы работаете с аудио, ну, что-то вот показали. И вдруг, вот, недавно у меня был урок, я только села условно, я ученик на 20 минут, я только села, а через 2 минуты я понимаю, даже 2 таких урока, кстати, было. Через 2 минуты, вот, я только вообще осознала, что я на уроке, можно сказать, мы начинаем слушать аудио. Я не знаю ни что за тема аудио, ни то, что я даже, кстати, я тоже медленно меня соображаю, я даже не поняла, что мы... Я вот преподаватель, зная, что мне будут делать урок, я знаю французский, я не поняла в обоих случаях, что мы сейчас будем что-то слушать. Представляете, когда ученик, он как бы вообще новенький, и с ним такое, то он вообще там, то есть у него будет диссонанс абсолютный. Я действительно не понимала, что мы делаем, и, разумеется, качество аудирования, там надо же не просто так послушать. Если просто так послушать, значит, что-то не то, наверное, пошло. Оно страдает. И потом мне задавали какие-то вопросы, и, опять же, я знаю французский язык, я там, по-моему, даже не на все вопросы ответила, и там был уровень, например, А1, потому что для меня логика очень важна, я вообще не поняла, что мы слушаем. То есть вот так было, через две минуты, прям буквально, человек хотел прям сразу в бой показать, что мы будем сейчас слушать аудирование. Ну и вообще, аудирование часто дают, или тексты, например, давайте сейчас послушаем. И вот это совершенно непрофессионально делает так. Они дают послушать что-то, а потом говорят, а теперь давайте делать упражнения. И, короче, мы сначала слушали какое-то длинное, например, аудио, да даже не длинное. И потом три упражнения должна сделать. Заполните данными из аудио, потом там еще что-то сделайте, еще что-то сделайте. Но когда вообще педагогично, сначала ввести человека в контекст, предупредить, что он слушает. Далее, и особенно с новеньким, потому что вы не знаете, какой у него опыт, далее прочесть с ним вопросы, сказать, понимает ли он эти вопросы. Говорит, а давайте теперь послушаем. И предупредить его, если вам будет сложно, не обращайте внимания. То есть как-то подготовить его и к морально, и вообще физически к тому, что будет происходить. И когда он уже будет слушать, во-первых, он в контексте, а во-вторых, когда вопросы уже прочитаны, он знает, на что отвечать. Ну так просто сказать, а давайте сейчас ответим. Я вот когда слушала, я даже не знала, на что обращать внимание. То есть вот это, и вот так делают очень много преподавателей, которые сначала слушают, а потом три упражнения, давай делай. И я себя как дурак чувствую, и любой ученик будет чувствовать как дурак. И я могу сказать в этот момент, что я не дура, потому что это преподаватель сделал очень плохо. То есть, опять повторяюсь, непрофессионально. А нормальный ученик, среднестатистический, который вот внимания этому не уделяет, он подумает, что он дурак. Он должен был услышать, понять, сделать эти три упражнения. Наверное, все до этого люди так делали эти три упражнения, а он не смог. И то есть преподаватель таким вот методом демотивирует ученика, потому что у него вот урока удовольствия не будет. Он чувствовал себя глупым. Понимаете, о чем я говорю? Дальше. Что у нас еще было? Так, пишу. Не разбирали вопросы. Да, я вот говорю, я очень часто не понимаю вообще, что происходит. Инструкции такого качества учителя вообще нелогично. Перескакивает туда-сюда. Особенно это сложно, если урок онлайн. Вот он что-то скажет, совершенно не смотря на то, как ученик реагирует, и уже начинает что-то делать, я вообще не в контексте. То есть, а мы уже на другой стороне все делаем? А уже мы это упражнение делаем? И вот для учеников, я повторяю, если вы, конечно, сидели, смотрели куда-нибудь в окно, в телефон отвечали и не поняли, то это ваша проблема, скорее всего. Ну, скорее всего, есть вероятность, большая вероятность, что это ваша проблема. Но если вы внимательно слушали и вообще не поняли, куда учитель перескочил, то, скорее всего, он действительно перескочил и не объяснил вам нормально, и начал там в своем ритме что-то работать. Я такое вижу очень часто. Учителя просто не обращают внимания на то, что вообще с учеником происходит, и очень быстро куда-то летят. Дальше. О говорении. Всегда говорю, надо практиковать говорение и так далее. Нам важно, что вы можете коммуницировать с учеником. И вот они все вопросы задают. Это было хорошо? Это было понятно? И знаете, я вот только сижу, знакомлюсь с человеком, говорю, не, было непонятно, я тупой. Да, опять же. Ну, это, конечно, не прямым текстом, но я вообще не понимаю, что происходит. А меня спрашивают, было ли хорошо и было ли понятно. То есть, это очень странно. И все абсолютно вопросы требуют ответа да и нет. Я всегда своим преподавателям говорю, говорю тем, кто у нас начинает работать. Мы отучаемся от вопросов, которые требуют ответа да или нет. Если все-таки вопрос да или нет, вот мои ученики подтвердят, если здесь они меня слушают или будут смотреть, вы хоть напишите, что вы там следите. Я всегда как этот, какой-то диктатор, я им говорю, не да просто, а да, например, вы знаете, даже не так, например, вы согласны, что, например, Маша хорошая девочка, там, условно. Они говорят да. Я говорю, не, мне этот ответ не устраивает. Они это со второго, наверное, со второго минуты понимают, что меня это не устраивает. Они должны сказать, да, Маша хорошая девочка. Нет, Маша не хорошая девочка. Или еще вот иногда их учут уже. Я согласен, я не согласен. Я согласен, что Маша хорошая девочка. Я не согласен, что Маша хорошая девочка. Я объясняю, что мы такие длинные ответы строим не потому, что, вот, конечно же, в беседе такого не будет. Ну, мы, во-первых, тренируем фразы «я согласен, что je suis d'accord que» или «je ne suis pas d'accord que». И, во-вторых, повторяем грамматику второй фразы, потому что «маша хорошая девочка» — это, конечно, легкая фраза. Но бывают какие-то очень длинные фразы, которые не мешало бы еще раз повторить вот именно в таком развернутом ответе. И мы вот эту грамматику закрепляем, учимся говорить длинными предложениями по-французски и так далее. Потом еще, например, кто-то, если это в парах или в группах работает, повторяет «да, я согласен с тем, что он согласен с тем» и так далее. То есть это просто очень длинная фраза, и ученики радуются, потому что это даже как гимнастика такая языковая. А тут просто ответ «да» и «нет», что очень-очень странно. Следующее — визуальный контакт. Некоторые просто не следят за реакциями ученика, то есть вот не смотрят ему в глаза, задают вопросы и не ждут ответа. Этот навык, он даже не то что преподаватель, он любому нормальному человеку, который хочет коммуникацию правильно и эффективно выстраивать, не мешает. А тут он просто насущен. То есть ученик вот просто не понял. Я иногда специально делаю глупое лицо, такая типа «я не понимаю, что происходит». И я смотрю на то, как наш преподаватель, который вот у нас собеседуется, среагирует на это. А он на меня не смотрит. Я просто вижу затылочек, макушку, да, вот эту. И он у себя там что-то в записях тусуется, что называется, вообще не обращает на меня внимания. И у него уже следующий этап. То есть это неправильно. Вообще, вот когда учитель может, во-первых, среагировать быстро, не понял, а вы хотите ещё раз повторять, а что вам не понятно? То есть он заставляет ученика коммуницировать. Это с детьми особенно важно, потому что они ещё не могут высказываться. Да и взрослые часто не могут высказываться. Это важно с детьми, со взрослыми, со всеми. А далее иногда очень приятно, что тебя человек напротив понимает с полуслова. Это, например, когда ученик, у него не очень хороший уровень, и он что-то говорит и не может сформулировать. И невероятно приятно, когда твой преподаватель помогает тебе сформулировать эту фразу так, как ты хочешь. Не говорит за тебя. Мы, кстати, всегда в школе. Я говорю, не говорите за ученика. Если это онлайн, напишите в чате. Если, например, он говорит что-то, и чтобы ему не помешать, чтобы у него создалось впечатление, что он сам говорит, напишите на доске. Ну, не говорите, не заканчивайте за него фразу. А может быть, вообще он не то хотел сказать. И то есть вот так. У нас вот тоже недавно я смотрела урок уже учителя с учеником. Вот какой, как я вам говорю, бесплатный. И там, например, ученик, он не очень хорошо говорил. Там уровень, по-моему, B1. И учительница его иногда не понимала, что он хотел сказать. Хотя вот я говорю, я смотрела урок, мне было всё понятно. Но там у него, может быть, какие-то технические были проблемы со связью. И было что интересно, что она понимала, что у неё проблемы со связью, что он не очень хорошо его слышит. И он её хорошо слышал и хорошо понимал. И она всё равно лишний раз, когда она не понимала, повторяла что-то и уточняла. То есть такое впечатление создавалось, не впечатление, а совершенно реально. Она говорила больше. Я потом с ней говорю, вы понимаете, кто в этой ситуации вообще за весь урок больше понимал. То есть бывает иногда два человека, один лучше понимает, другой хуже. Говорю, кто из вас был лучше, хуже? Я говорю, он. Ой, она говорит, он. И в этом случае ему нужно было лишнего раз вам повторять, что он хочет сказать. А не вам ему, потому что он вас вообще с первого раза понял. Это вы не поняли, что он хотел сказать. То есть это, не знаю, немножко сумбурно рассказала. То есть поняли, не поняли, напишите плюсик. То есть всегда нужно на это обращать внимание. Если человек тебя бы понял, твой ученик, то не надо повторять, потому что ты задумал повторять. И вообще это неестественно очень. Точно так же была ситуация, когда, например, ученик, ну какое-то правило проходится, преподаватель спрашивает, задаёт вопросы, и ученик это правило знает. И он рассказывает. И вот говорит, да, всё так, всё так. И, например, там было какое-то две формы сравнены. И, в общем, они одинаковые по употреблению. И, наверное, учитель подготовил себе в теории, что он это объяснит. И, несмотря на то, что ученик объяснил всё это и сказал, что ему очень легко, в следующие пять минут учитель объяснял это. То есть учитель не смог адаптироваться к тому, что вот такая ситуация. Ученик знал эту тему и всё равно начал объяснять то же самое. И в конце ученик сидит и не понимает эти пять минут, что происходит. И потом он спрашивает вот последнюю фразу того, что он сказал пять минут. Так это одно и то же же, правильно? Да. Зачем пять минут учитель потерял на это? Непонятно, потратил. Дальше. Так, например, какие-то, даже вот тексты, например, работа с текстом. Текст есть точно так же. Мы просто тексты начинаем читать. Мы читаем заголовок, смотрим картинку, смотрим вопросы к картинке. И мы всегда, опять же, когда вот с преподавателями работаем, я говорю, пусть максимально всё делает ученик. Описывает картинку, говорит диалог, делает какие-то гипотезы о том, что будет в тексте и так далее. И, говорю, вопросы нужно тоже заранее прочесть, чтобы он уже понимал, что ему в тексте нужно искать. И если это первый раз, мы можем сказать, что не волнуйся, что ты первый раз всё не поймёшь, потому что вот они вопросы, кстати, есть разные, разные сложности. И вот для первой сложности тебе нужно понять для первого чтения только, например, общую информацию и так далее. То есть вот этого часто не происходит. Но потом окей, даже если всё-таки это произошло. И происходит то, что учитель, во-первых, иногда некоторые учителя сами весь текст читают для ученика, чтобы, наверное, было быстрее. Во-вторых, если вдруг ученик сам читает, его не исправляют никак. То есть ученик читает какие-то… Видно, что ученик остановился, не знает слова. Учитель вообще никак не реагирует. А потом происходит следующее. Вопросы иногда в учебниках сформулированы вот так односложно. Например, книга называется и просто название книги. И они, вот учитель может всё сам прочесть. И ученик сидит и говорит А, Б, А, Б, С и вот так. И я, конечно, сижу и не понимаю. То есть 10 раз сказали, что ученик должен формировать ответ какой-то правильный, длинный. Что он должен максимально всё делать. И потом я слышу только вот А, Б. И вот иногда вот если взять учителя из урока удалить, то ученик будет говорить Oui, non, A, B. Oui, non, merci, au revoir. И потом я спрашиваю, как урок прошёл? Учитель говорит, великолепно, было классно. Потому что он в конце спросил ученика, как было. И ученик скажет, бьё, там или хорошо, всё понятно. Хотя я по лицу ученика понимаю, что всё было непонятно. И вообще урок был неэффективный. Но такое бывает очень часто. Дальше. Интересно, например, некоторые учителя в начале особенно, вот они начальный уровень преподают. Кстати, я против того, что говорят, вот у меня уровень B2, я могу преподавать уже A1. Я за то, что преподают только те, кто хорошо знает язык. Если, конечно, вы делаете бесплатно, помогаете сестрёнке, брату, другу, подружке и так далее, то делайте, что хотите. Но если вы сделали из этого свою профессию, то, и вы берёте за это деньги, ещё раз повторяюсь, то вы должны хорошо знать этот предмет. Но это моё мнение. Можно его не разделять. Опять же, из эгоистических каких-то соображений, я тоже преподавала, когда не знала хорошо язык, но я сейчас говорю в идеальном ситуации. То есть вот так, и тем более говоря, как человек, который нанимает на работу людей. Вот. Но так, конечно, я преподавала и на третьем курсе, и на втором, когда в пятом классе даже денег за это брала. Ну, то есть это уже реальность и идеальная ситуация. Так вот, они приходят на первый уровень, и, наверное, кто-то им сказал. Они вообще все прицепляются вот за этот коммуникативный опрош. Я говорю, что вы под этим подразумеваете, что коммуникативный? И вот, опять же, они подразумевают часто, что они болтают безумку. И вот это французский звучит. Неважно, что ученик ничего не сказал. Так вот, недавно была учительница, которая все фразы, она сделала первый урок с нуля для человека. Вот просто она говорит, с нуля. Она взяла книгу «Леонево такси». Может быть, смотрит, извините, но я не называю имен. Вот. «Леонево такси». Это я уже отдельно про эту книжку скажу позже. И с нуля вот мы начинаем. И она каждую фразу дублирует на русском и на французском. Причём фразы не то, что какие-то... Да вообще все. Например, «Бонжур», «Добрый день», «Комму вузапле», «Как вас зовут?». И вот так все фразы. Я ей потом говорю. Вы понимаете, что вы очень сложные фразы говорили на французском. А я их дублировала по-русски. Так это смысла не имеет. Потому что у вас урок ваш стал в два раза длиннее. Вот вы если слышите, особенно ученики или молодые преподаватели, когда вы слышите, что на уроке присутствуют русский и французский, это не просто русский и французский, что «Бонжур», «Добрый день», «Комусава», «Как дела?». Это не так. Профессиональный преподаватель, конечно, комбинирует два языка. Всё, что ученик его не может понять на французском, они скажут на русском. А всё, что он может понять, он скажет на французском и не будет это дублировать на русском. К примеру, я скажу, вижу своих учеников, и мои ученики, опять же, если здесь, они это посмотрят. И подтвердят, что я так делаю. Мои уроки, кстати, все видео записываются, но у преподавателя, мне не стыдно. Все наши преподаватели смотрят видео всех преподавателей, в том числе моих. То есть критикуйте, говорите, что не так, скажите, что непрофессионально и так далее. Так вот, я скажу «Бонжуро», и я не буду говорить «Добрый день», они поймут, что это «Добрый день». То есть если не поймут, я по лицу это увижу, потому что на своего ученика смотрю. Дальше я скажу «Je m'appelle Julie», и напишу это или на доске, или на доске виртуальной. «Je m'appelle Julie», покажу себе, но редкий человек не догадается, что меня зовут Julie. Я скажу «Эву», показываю это руками. Опять же, ученик, среднестатистический, большинство поймут. Если не поймут, я скажу, я это по лицу увижу. Он скажет «Я курсором покажу» или рукой, что давай повторяй «Je m'appelle Паша», «Je m'appelle Саша», «Je m'appelle Оля». Я скажу «Enchanté», и тут я уже пойму, что человек не знает, как это переводится. Я скажу «Enchanté» – это «приятно познакомиться». И давайте теперь с вами еще раз «Bonjour», «Bonjour», «Je m'appelle Julie et vous», «Je m'appelle Паша», «Enchanté», «Pacha», «Enchanté», «Jolie». И вот мы уже через три секунды сделали диалог. Я не буду повторять то же самое. Или, например, если я говорю на французском, я говорю «Écrivez, s'il vous plait», и покажу вот рукой, что я пишу. Или, например, еще что-то, то есть, или «Acee vous», садитесь. И человек поймет, что надо сесть. То есть, не буду говорить «Acee vous, s'adитесь!» и так далее. То есть, это очень странно. И так далее. То есть, такие моменты, что, может быть, мы, конечно, не анализируем это, но это очень непрофессионально. Не нужно иметь тысячу опытов. Я опять же говорю, вот книжки, я сейчас про них расскажу. Не сейчас уже, не знаю, сколько мне займет это времени, но, в общем, расскажу про них позже. Это написано на каждом столбе буквально. Нужно только немножко раскрыть глаза, если вы действительно хотите сделать это по своей профессии. Так вот, например, недавно тоже совершенно был урок с нуля и так далее. Был диалог. Мы его тоже внезапно послушали. Я не поняла, что происходит. Потом учитель, первый урок с нуля. Он хотел, это вот собеседование, чтобы я переводила уже. Я делала вид, что я, разумеется, не могу переводить, потому что я не знаю французского. Потом переводила она. Например, у нас была фраза «ву, вузапле». «Вас, вы называете как?» «Вы вас называете даже». Там не было вопрос «как». Она переводит это «как вас зовут?». Мне кажется, это некорректно, потому что в вопросе не было вот этого вопросительного слова «как». Почему? Вот как бы когда она вначале это сделала, может быть, это неплохо звучало, потому что, ну, в принципе, вот они так задают, но по-другому, эквивалентами. Но потом же она начала спрашивать над каждым словом, как, например, вот это переводится или другое, хотя она фразы переводила иначе. Так, например, там была фраза «меня зовут, не помню, Марко». И фраза была «я есть Марко», то есть через глагол «быть». Но она глагол «быть» не перевела, вообще не сказала, что он там есть. Просто она мне сказала это, я как бы повторила, как сделал бы любой ученик на моём месте, мне кажется, кроме сильно-сильно умных. Вот. И в конце там были какие-то диалоги, фразы, она нигде ни глагол «быть» не перевела, и потом не говорит. А теперь давайте найдём спряжение глагола «быть». Я на этом моменте, я даже до конца её урок не стала дослушивать, я говорю, слушайте, а я ещё китайский текст дам и скажу «найдите глагол «быть». Вы о нём вообще слова не сказали. Представляете? Человек тоже 10 лет, по-моему, или сколько-то, моя ровесница, то есть я там вуз 10 лет назад закончила, и ещё до вуза преподавала. Вот она столько лет преподает, она дала мне текст, сказала «найдите глагол «быть». Если человек, конечно, знает английский, но мы не можем на это рассчитывать, она меня не спросила, знаю английский или нет, можно догадаться. Но вот переводить всё иначе, никак ни разу, ни в одном диалоге, там было четыре, не упомянув об этом глаголе, а потом сказать «найдите его в тексте», это было странно. То есть вот такие бывают ситуации. Дальше, что очень интересно, я иногда играю очень глупого студента, ну как глупого, Мерлинову и так далее. Ну то есть думаю, как он, особенно если человек болтливый, преподаватель, я играю прямо такого, когда тормозит, смотрит куда-то в телефон, ну вот чтобы смотреть, как он реагирует. И я, например, думаю, бывают же ещё ученики некоммуникативного типа. У меня было много таких учеников, у меня была классная одноклассница, не одноклассница, а одногруппница в университете, которая как раз-таки была некоммуникативного типа. Она не могла быстро среагировать на любой ответ. И у неё, ей учителя ставили тройки всегда, я всегда о ней рассказывала, потому что мне очень обидно, потому что мы с ней в общежитии жили, и я видела, как много она учила. Но она говорит, когда меня спрашивают вопрос, ещё там у нас некоторые учителя были прям такие злые, она говорит, меня прям ступор ставит, а потом она, например, мне объясняет что-то. Так вот, я знаю, что такие ученики бывают. И я всегда предупреждаю всех наших учеников, вы должны понять, что какой процесс, у человека просто не знает, он такой вот просто стоит, открытыми глазами смотрит на вас, и ничего в голове не происходит. Или же у него идёт процесс вот этого поиска ответа. И большинство, я не видела человека с пустыми глазами, если честно. Предполагаю, что такое есть. И большинство людей – это люди, которые просто с разной скоростью ищут ответ. Если вы его своевременно задали, нельзя сказать какую-нибудь формулу из физики, если человек вообще не на руку физики пришёл. То есть нужно, чтобы вопрос был подходящим. Так вот, многие люди ищут ответ. И редкий преподаватель дожидается ответа. То есть он просто перебивает. Ученик в процессе поиска ответа, он уже вот-вот к нему придёт, и его перебивает, не дожидаясь ответа, потому что учитель куда-то очень сильно торопится. То есть это вообще, опять же, непрофессионально. Так не должно быть. Я всегда говорю, не торопитесь никуда, не бойтесь тишины. Это для вас тишина. Займите себя чем-то, если вам так не терпится. Напишите какие-то заметки, ещё что-то. А пусть ученик думает. Конечно, если в группе много учеников, и один думает, тут тоже можно найти выход. Опять же, вы знаете, что один ученик у вас дольше думает, чем другие, потому что он ищет ответ и формулирует. Потому что некоторые ученики, они думают, я пока вот совершенно правильную фразу не сформулирую, только потом дам ответ. То есть такие бывают. Вы можете тоже, как преподаватель, сделать так, что, например, вы в парах всех поставили и дали им какое-то задание. Потом отдельно к нему подошли, задали ему все вопросы. И сколько он будет думать, это уже вообще не важно. То есть вы построили урок так, что его не ждут. Потому что ему тоже неудобно, когда его ждут. Он не любит, когда его ждут. И так далее. То есть из этого есть выход. Так вот, дальше ритм. Ритм – это ритм и вот как говорит человек, и голос, и вообще, как он материал подаёт. Учитель должен адаптироваться к тому, какой ученик. Если ученик тихий, даже учителю нужно понизить голос, потому что он просто его будет перекрикивать. Разные бывают ученики. Если я вижу, что у меня очень тихий ученик, я сама становлюсь тихой. Потому что в кабинете, как всегда у нас, есть два человека, не в кабинете, а вообще в любой беседе, у нас есть два человека. Быстрый и чуть медленнее. И так далее. То есть по разным критериям. И вот кто в каком-то из аспектов сильнее, он может варьировать себя. То есть он может стать ниже. Тот, кто медленней, тот, кто тише, он зачастую не может громче сказать. Понимаете, о чём я? Так вот, преподаватель в виде ученика должен адаптироваться на уроки. Вот это очень важно. И когда я вижу, что я, например, иногда ко мне приходят на собеседование, я очень уставшая. И мне вот сыграть ученика, который медленный и тихий, вот такой, знаете, забитый, вот прям забитый, сижу так, да, не знаю, не уверенна. Вот я так сижу, и я тут слышу, когда на меня просто поток какой-то энергии меня сейчас просто вот к стене унесёт этой волной. И я, то есть тоже, мы на разных волнах. Учитель должен вот эту волну находить. Дальше. Не умеет объяснять грамматику. Это как раз-таки человек говорит. Кстати, вот если бы идеально, вот тут написал там вчера про жемчужину какую-то, что человек нет педагогического образования, но он типа там идеально так преподает и так далее, и у него лингвистическое образование, очень хотел бы. Я просто, опять же, сколько времени я трачу, не хочу уже доверять тому, что вот, а вдруг не жемчужина условно. Вот может быть я теряю жемчужину, но не могу себе позволить терять. Но, конечно же, те люди, которые вообще говорят, что они не учили язык, они просто носители, жили где-то, тут вообще, конечно, до этого были у нас собеседования, там несколько лет назад, вообще ничего не могут объяснить. Там условно, а почему здесь такой артикль? Недавно было собеседование с девушкой, которая мглук закончила, и которая, в принципе, не педагогическое образование. Я вижу фразу какую-то и спрашиваю, а почему здесь такой артикль? А она мне говорит такую же фразу, только с другим словом. Там условно, c'est un livre, c'est un stylo. Я говорю, а почему вот здесь неопределенный артикль? C'est un livre. Она такая, ну, c'est un stylo тоже неопределенный артикль, я говорю, ну, мы сейчас так грамматику объяснили, что здесь так, потому что здесь так. Я говорю, вот, а в следующий раз, как я буду употреблять? Я говорю, я не понимаю, как так артикль употребляется. То есть иногда вообще они не понимают, как это употреблять. Точно так же, например, тему субжунктив преподают. Там есть определенные правила, определенные группы. Многие учителя или люди, которые пытаются быть учителями, даже не знают, что такие группы существуют. То есть вот поэтому, наверное, я склоняюсь к тому, что нужно иметь образование, потому что они хотя бы терминологию слышали, и они могут вот этими кусочками более-менее профессионально подать это ученику. Дальше. Про материалы сказала, что материалы. Очень редкий учитель может выбрать и подобрать материал откуда ни возьмись из разных вообще материалов сам. И называют еще это авторской методикой. Это, конечно, не так. Ну, то есть и так нелогично. Хотя бы беря учебник какой-то, вот уже готовый, мы все-таки имеем больше шансов очень логичный кусочек выбрать и уже его отработать. А многие берут какие-то распечатки непонятные. В общем, получается цирк. Так. Не могут проанализировать учебник. Кто тут к нам только что присоединился, я говорю, что я просто по пунктам беру какие-то темы и по пунктам какие-то беру темы, не то, что они прямо так логично идут, это вот мои мысли. Например, у нас есть четыре учебника, которыми мы пользуемся часто и которые я хорошо знаю, чтобы у меня солнце падает. Я просто боюсь тут от льда от телефона убрать. Так вот, четыре учебника у нас есть. Эдито, А1, Сезон, А1, Люново такси, А1 и Эко, А1. И, например, я учителя могу спросить, почему вы выбираете такой учебник? Почему, например, непонятно было, недавно выбрали Люново такси? Люново такси – это учебник такой, если занимались, знаете. Его вообще я вот лично брала бы только для тех, кто, например, А1 прошел, но с пробелами. И тогда вот эти пробелы с этим Люново такси можно делать, потому что там один урок длится один разворот. Это очень приятно, но это чревато тем, что там нет вообще никаких объяснений толком и нельзя даже практически никакую тему за один разворот закрыть. То есть углубиться в нее, понять ее, сделать упражнение, еще как-то закрепить. То есть это вообще невозможно. А там прям вот каждую страничку новая тема. То есть как с ней вообще с нуля учить? Там даже, по-моему, с алфавита не начинается все это дело. Вот. То есть это странно. И, в общем, люди не могут, преподаватели, понять, в каких ситуациях какой учебник брать. Как я сказала, например, Люново такси берется для повторения, если человек хочет сразу на А2, например, идти, но А1 у него как-то страдает. Или, например, человек хорошо говорит на языке, но с ошибками. Такое бывает. Например, он во Францию уехал, там выучил, но грамматика у него страдает. То ли у него такси, сделать из него больше языковой практики, то есть каждое упражнение говорить и так далее, и так далее, можно вообще здорово. И действительно приятно листать, и ты уже на втором, на третьем, на четвертом и так далее уроки. Вот. Например, у нас есть учебник «Сезон А1». И вот на самом деле он не сезон А1. Он А1+, там, по-моему, даже плюс этот написан. Он подходит тем, кто, опять же, учил язык, что-то не знает, но ему не нужно скорее быстрее туда, вдаль, а ему нужно, наоборот, все детально, потому что там столько лексики. Я бы даже сказала, что сезон А1+, если вы хорошо сделаете, он будет похож на А2 уровень в каком-то другом учебнике. То есть вот такой там уровень. Там так сложно. И то есть брать его тоже с нуля чревато, или же предупредить о том, что мы, скорее всего, будем с вами год его проходить. В принципе, это не страшно. И ко, и эдиту есть свои особенности. И ко немножко более такой, там есть и грамматика. Опять же, всегда можно дополнительный какой-то материал, именно целую книжку взять, чтобы они в унисон шли как-то. И он там очень много адаптированного материала, все диалоги там адаптированы и так далее. То есть он полегче, чем эдиту. В эдиту прям практически сразу идут неадаптированные материалы такими кусочками. То есть человеку, который, например, никогда не изучал язык и немножко такой вот боязливый, я бы порекомендовала и ко, а не эдиту, потому что эдиту может напугать. Да, действительно, там все на французском, сразу все быстро произносит, очень много лексики, непонятных слов. То есть каждый учебник, он выбирается под конкретного ученика. Если группа, конечно же, мы уже берем середину золотую. Вот мы выбираем сейчас эдиту чаще всего, потому что он средний. Он не такой, как Асезон Плюс, или он не такой, как ЭКО, и он не такой, как вообще, или он его такси, где голопом по Европам. Вот мы вообще выбрали. И он красивый, он симпатичный. Мы, опять же, дополнительный материал какой-то выбираем. У нас на платформе, чего там не хватает. На платформе у нас есть целый онлайн-курс по ЭДИТО. То есть пытаемся как-то это все компенсировать. Дальше. Вот про авторскую методику рассказала. Очень много слов. Ну, например, качество инструкции. Есть упражнение, и нужно в этом упражнении, например, заполнить глаголами в форме. И очень много преподавателей скажут, например, 2-3 строки, чтобы объяснить, что нужно делать. Так не должно быть. Они должны тренироваться, делать свои инструкции максимально короткими. И делать в них паузу. Например, посмотрите на упражнение 2. Пауза. Ученик смотрит на упражнение 2. Солнце такое яркое. Посмотрите на упражнение 2. Пауза. Лизы и комплиты. Прочтите и заполните. Пауза. Смотрите, понимает ученик или нет. И дальше, в общем, так. И упражнение начинает делаться. Потому что иногда столько слов, и потом в этом объеме ученик просто не понимает, что нужно делать, потому что это было быстро и, в общем, плохо работало. Или же иногда ученик все прочел, все сказал, и учитель не спрашивает, что нужно делать у ученика, а сам это рассказывает. То есть это время тратится, это раз. Во-вторых, это лишает ученика возможности говорить. Сейчас пытаюсь я закончить. У нас уже час с вами. С онлайном это вообще отдельная тема. Если вам интересно, вы можете... Альтер-эго я не работала сама, не могу сказать. Я работала с другими уровнями, с А1 не работала. А1-то желтый, я чуть-чуть работала с ним. Не могу какой-то вот прям развертый ответ дать. Если онлайн, там вообще, знаете, проблемы. То есть у меня тут много чего можно сказать. Если вам интересно, напишите, я отдельно сделаю вам задание, занятие. Так вот, не могут расширить экран. Вот иногда один учитель делился своим экраном, и там какая-то налоговая декларация у него показалась, какая-то справка по кредиту. То есть он вот пока показал документ, который нужен был, мы увидели всю его личную жизнь. Хорошо, что там не было обнажено фото. То есть так нельзя, то есть это непрофессионально. Или, например, показывают какую-то презентацию, там вся рабочая панель видна. А всегда наших учителей ругаются, если вдруг у них так иногда бывает. Вот, но редко. И обращают на это внимание, что не должны ученики видеть рабочую панель. Рабочая панель, всё что угодно, то есть видно. Третье. Один раз вообще было, что я встречаюсь с учителем, и включается камера, и я не понимаю, где он. А оказалось, что у него камера вот тут сбоку. То есть она, там у неё, может быть, такая, знаете, прилепляется куда-то камера, и она у него прилеплена сбоку. То есть я вообще лицо не видела. То есть до такой степени там было что-то очень странное. И она говорит, я так всегда работаю, обиделась на меня. В общем, там что-то чуть ли не накричала, что я там сразу прям говорю, а где вы вообще? То есть мы сейчас с вами собеседование онлайн преподавателей ведём, а я вас не вижу, так не должно быть. В общем, мы там с ней три минуты, наверное, поговорили. Бывает такое. Звук плохой, света нет, знаете, где-то войдут. Там какая-то, я не знаю, чуть ли не бельё развешано. Или, например, вообще я не вижу преподавателя. То есть это же всё влияет на то, как ученик относится, во-первых, к занятию. И ему нужно создать, его нужно уважать, создать ему обстановку, даже если это не то, что даже это онлайн, тем более, что это онлайн, учебную. Было бы здорово, если были книги там. Хотя бы ничего не мешалось. Один раз у кого-то муж голый ходил, ну не голый, там в трусах, но у него прям тоже был голый. А она вообще на собеседовании, представляете? То есть я представляю, что если она ищет работу, и она вот так, когда ученик обычный, там, такой классический урок, он, наверное, там будет голый ходить, я не знаю, она же подготовится, предупредит всех, там, дома, что нельзя ходить голым, вообще нельзя ходить и так далее. Так, 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 дальше. И буду сейчас уже заканчивать, потому что час уже проходит у нас. Про вузы. Про вузы хотела, вам обещала сказать. Не всё рассказала, что хотела, но уже. Про вузы. Я, например, училась в МПГУ, я училась в МГУ, я училась в французском вузе педагогическом и заканчивала. И разное видела. В основном, что мне очень обидно, в вузах преподают как? Особенно ты приходишь на грамматику. Мы вот по Попову Казакова занимались, и не только, по другим. Они нам объясняют какую-то теорию, а мы же пришли туда, уже знали язык. То есть там какие-то базы совсем не объясняют. И потом берут, тебе дают кучу упражнений. И ты их делаешь. И тебя ругают, если ты их неправильно делаешь. То есть вот методики в вузе я вообще практически не видела. Я прошу прощения у всех моих учителей, но, наверное, такой объем работы нельзя сделать за короткий срок. Но вот, например, даже у нас была практика устной письменной речи. Мы называли этот предмет пупор. Вот пупор, пупор, это просто был страх наш. Там были тексты, и мы их должны были дома отчитывать, а потом как роботы отвечать на них. И если вдруг мы какую-то фразу неправильно строили, нас очень сильно ругали. Там не было что, а давайте я вас заинтересую, а давайте сначала вопросы на ответы прочитаем. Там вообще такого не было. И мне, конечно, странно, потому что первое мое образование педагогическое – это учитель. Я второе получила как педагог школы, преподаватель высшей школы называется в МГУ. А первое у меня учитель. То есть я должна была работать с маленькими детками. Я логично не понимаю, что если меня учили как гладиатора какого-то грамматического, что вот я там всегда одно упражнение, второе упражнение, третье упражнение, четвертое упражнение и так далее, как я должна была деткам в какой-то игровой форме все это преподавать. У нас был предмет методика, но там тоже мы в ГОС учили, еще что-то, какие-то там таблицы сравнительные делали, очень теоретически говорили о том, что надо делать на уроке, но нам никогда вот эта теория с практикой не совпадала. То есть я понимаю, почему люди, приходящие после педагогических вузов, не умеют преподавать. Но мне, по крайней мере, очень важно, что они хотя бы выбрали эту профессию, что очень важно, и что они хотя бы слышали о чем-то, что, например, когда тебе 20 лет, не очень интересно, ты еще не начал преподавать, может быть, тебе не очень интересно, но я хотя бы это из-за краммов откуда-то вытащу и заново научу человека преподавать. Так вот, это я сказала про то, что я думаю, почему вузы у нас не умеют преподавать. А во-вторых, знаете, очень интересно. Человек пришел к нам, хочет работать, работает там много-много лет, и он о методике ничего не знает, это тоже показывает его уровень, потому что, вот смотрите, вот такой учебник, это называется TKT, это Кэбриджский учебник, Teaching Knowledge Test называется, и на английском большинство все-таки говорят, учится. Вот то, что я вам сейчас рассказала, наверное, ну большинство, ну не большинство, но есть очень много аспектов, про которые я здесь говорила. Ну прочтите хотя бы одну книжку по методике, уже таких элементарных ошибок не будет. 99% людей не могут ответить, которые приходят на собеседование, какую методическую книжку вы прочли. То есть это прям очень самоуверенно ничего не читать по методике. Никуда, не знать, у них нет ни одного сертификатика, что они пошли на какой-то вебинар, семинар. Это не вопрос о корочках, это вопрос о том, что я не хочу вариться в собственном соку, это то, что я не себе супер самоуверенна, что я преподаю лучше всех в мире. И то, что если мои ученики довольны, что я, значит, никогда не буду дальше двигаться вперед. Ученики довольны, если вы просто приятно выглядите, что вы не злой, что вы не перебиваете, что вы красиво говорите. Это программа минимум, потому что в школах, в институтах у нас даже такого не было часто. То есть и они уже не могут оценить это качественно, хорошо ли вы преподаете. Но вы сами должны в себе как бы это растить и отчет отдавать, что вы не хорошо преподаете. Даже если вы не читаете на английском, есть вот такая вот книжка. Методика воспитания коллектива Сухомлинского тоже очень много сказано. Я всегда говорю, что мы должны еще и какие-то отношения в наших классах формировать, и между вами, чтобы человеку было приятно приходить. Особенно сейчас такая ситуация сложная, что в мире много всего происходит, и люди прям страдают. И у нас на уроках можно поговорить о чем угодно. Высказаться не то, что как номинально вечером вы приходите, уставшие, говорите, ну вот ел, сел там и так далее, работал. А можно сказать, что такое счастье, у нас есть на С1, что такое смерть. И высказаться все, что вы думаете, когда вам грустно, когда вам хорошо. То есть это позволяет ученику и преподавателю, в принципе, раскрываться как-то и даже психологически отдыхать. И то есть когда наши ученики после урока вместе уходят после класса, ждут друг друга, то значит мы добились тоже своего результата. И это тоже, когда, например, все ученики отдельно в группе работают, и учитель никак не пытается их совместить вместе, то это плохо. И это написано в любой книге. Мне нравится книга, у меня ее с собой нет, но она есть в PDF-версии, называется Learning Teaching, учиться преподавать. Ее написал Джим Скривенер, там третье уже есть издание. Там, например, написано, что у преподавателя одна из функций – это как бы team builder, то есть тот, кто коллектив выстраивает. И мы над этим тоже должны работать, что все то в парах, то не в парах, то там, например, в тройках, то в четверках. Это очень важно. Как лексику преподавать? Вот, я этого преподавателя лично знаю, Силиван, это Lexical Approach, то есть лексический подход, то есть как преподавать лексику, как работать, как запоминать много упражнений. Если вдруг у вас не носитель, есть книжка отдельно, преподаватель не носитель, то есть или даже если вы какой-то менеджер в школе, вы можете тоже прочесть эту книгу и понять плюсы-минусы носителей, выбирать. Если вы ученик, то вы можете выбрать, для какого этапа обучения, кто вам больше подходит. Есть для маленьких людей, для маленьких детей и для обычных детей, как писать-читать. Вот это тоже я автора знаю, не очень прям супер книжка, но в каждой книжке есть что-то интересное, называется Advanced Sofit. Самый быстрый способ научиться читать. И, в общем, там всякие картиночки, всякие слоги. Это можно просто пролистать, и уже когда вы будете сами преподавать, то вы можете эти идеи взять. Не то, что у вас какой-то авторский подход, чтобы вы три странички оттуда, три странички оттуда вычленили. Нет, это потому, что вы поняли, что я здесь прочитала, как работать с лексикой, здесь прочитала, как работать с чтением, и когда я преподаю, я чуть-чуть применяю что-то, и так никто больше не делает. Но это можно авторским подходом назвать. Очень много людей сейчас, которые не очень быстро, например, читают дислекции и так далее, вот книжка об этом отдельно, у меня их несколько. Например, «Поддержание учеников с дислексией в классе иностранного языка». Вот, Мишель Долоза или Долуиза, не знаю как точно. То есть интересно. Вот эта книжка, «Language hungry», это о том, как юмор внедрять в учебный класс. То есть очень интересно, потому что юмор важен, шутки важны. То есть даже говорю, простите эту книгу или какую-то другую, ваш урок уже будет более интересным. Вот эта книжка очень интересна, насколько важна психология. Поэтому я говорю, что вот когда я вам только что рассказывала, я почувствовала себя глупой, я не понимаю, что происходит. Это не потому, что я такая, знаете, с очень низкой самооценкой, и всё, что не происходит в классе, делает меня глупой и плохо себя чувствует. Знаете, как говорят, «Ты себя так почувствовал, это твоя проблема». То есть как бы ты не уверен в себе. Нет, это не так. Это вот мы можем даже быть очень уверены в себе, но ситуация будет сложена так, что просто мы не поймём, что происходит. И вот эта как раз-таки книжка, она называется «Изучение как exploring», то есть углубление в психологию в тех моментах, когда мы изучаем язык и когда сами преподаем. То есть насколько важен психологический аспект. Вот этого автора тоже знаю, собственно, не выговорю его фамилию. Он тут отдельно, в целую книгу написал о том, как работать с видео на уроке, и что они могут мотивировать. Я была у него на лекции, он читал о том, что, например, там было видео про беженцев, какое-то очень такое, и вот как он это всё выстроил, что это ещё и географию преподал, и ещё что-то. В общем, гениально интересно. Опять книга о психологии и обучении. Language Teacher Psychology. Как сказать, даже психология языкового преподавания. То есть это есть отдельно, и это очень важно. Это очень интересная книга. Тут написано «New insights into language anxiety». То есть как бы забыла слово по-русски. Insights, как они переводятся? Insights, да, мы по-русски говорим insight. То есть это новые какие-то мысли о том, что порождает языковую обеспокоенность, языковую тревогу. Мы все можем быть неуверены в себе, когда мы волнуемся. То есть вот как эти механизмы проходят. Вот это тоже типа по Сухомлинскому. Это на французском книга. La pratique du travail en groupe. Как можно практиковать работу в группе. Это книга. Понимаете, сколько книг люди не читают. Их можно читать просто каждые пять секунд. Это называется «Insigne l'oral en ligne». Как можно отрабатывать устную речь онлайн. Причем эту книгу мы в школе прочли еще пять лет назад. Обалденная книга по «La lecture de l'enfant». Просто невероятная. О том, как у ребенка формируется навык чтения. То есть мне кажется, если бы кто-то, дала бы эти книги, человек прочел, это намного больше бы узналось, чем в институте. Очень много. Например, как сделать курс, урок по французскому. Как, например, коммуникативный подход, тоже по-французски книга. Какие-то абстрактные, знаете, моменты. Есть, например, образование. The educational significance of the future. Какая роль вообще образования. То есть мы не то, что думаем о конкретной задаче, но вообще, когда мы урок выстраиваем, какой смысл этот процесс даже играет и имеет на жизнь ученика и на нашу собственную. То есть к этому можно по-другому относиться. В общем, тут столько книг, разные, понимаете, заметочки какие-то, meaningful action. Когда им, сейчас я вам говорю, я тут по темам выбрала, что когда я работаю и преподаю что-то ученикам, мне не только задача преподать им язык. Мне хочется, например, вот мы сейчас делаем курс для школьников. Мы, вот если вы видели первый урок, только первый вам покажем. Ну, может, еще какие-нибудь, но совсем мало. Я каждый урок говорю ученикам, маленьким своим школьникам, что обратите внимание, как важна речь. Как вы уважаете людей, которые лучше говорят, чтобы они полюбили учиться и стали сами лучше говорить даже на русском языке. Я вот прохожу курс Седы Каспаровой, и она постоянно об этом говорит. Ну, мы, в принципе, об этом тоже говорили, но сейчас есть какие-то механизмы, благодаря ее курсу тоже, что я их буду интегрировать в школьные курсы, потому что хочется, чтобы школьники не только учились языку, а чтобы они учились бы сказывать свое мнение, стремились к обучению и так далее, много чего интересного. Музыкальное обучение школьников, понимаете, на каждый аспект, если бы заинтересоваться, было бы вообще здорово, если бы учителя заинтересовались этим. Революция в школе, ну, это про американскую школу. Вот тут книжка называется «Reflections on the future development of education». Как дальше будет образование, мысли о том, как будет дальше образование развиваться. Лексическая, грамматическая книга «How language works», как язык работает. То есть некоторые преподаватели не понимают вообще, что такое язык, и это очень важно. Прочтите книгу, мы не можем все знать, но если книга есть, у вас есть уже возможность как-то все-таки двигаться дальше. И, в общем, если не читаете на английском, на французском, на французском должны, если вы преподаватели. Есть Даниэль Канеман, который «Думай медленнее, не решай быстро». Это тоже влияет на то, как мы преподаем. Выгодский, Леонтьев, Гальпери – наши преподаватели. То есть можно все это выучить. И, конечно, когда вижу учителей, которые не хотят это делать, и которые хотят получать за это много денег. Опять же, у нас зарплата в школе за 45 минут уже без налогов. От 750 до 1500 рублей. То есть они хотят такие деньги получать, не прочитав ни одной книги буквально, не умея ничего делать. Просто вот факт того, что они знают язык, а некоторые даже не знают. То есть нельзя такие деньги получать за это. Это просто неправильно. Надеюсь, раскрыла свои идеи. Вопросы задавайте. Можете сейчас задавать. Если какие-то вот именно в этом ключе вас интересуют вопросы, тоже их посылайте. Когда-нибудь сделаю еще прямой эфир. Вот. Сейчас заканчиваем. Успели, смогли. У нас ничего не перегрелось больше. Вот. Была рада вас видеть. И до скорого. До свидания. Осталось только выключить теперь это. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...